Всем-всем огромный приветик, добро пожаловать на мой YouTube канал. Меня зовут Аня и вы очень правильно сделали, что зашли на мой канал и открыли это парфюмерное видео, потому что я сегодня, как всегда, буду рассказывать вам о парфюмах, но эти парфюмы не в моей коллекции на этот раз. Это не новые ароматы, которые я себе приобрела, это те ароматы, которые мне прислал на знакомство мой парфюмерный друг Кристиан. Мы очень часто с ним обмениваемся какими-то отливантами и Кристиан, наверное, сейчас подумал, что у Лиси сдохло, потому что Аня села записывать, наконец-то, видео о моих парфюмах. После этой посылки, которую я получила, Кристиан прислал мне еще две посылки и когда я сниму все эти видео, я даже не знаю, но, конечно же, меня это очень сильно радует и я тебе, Кристиан, очень благодарна за то, что ты знакомишь меня с таким большим количеством новых для меня неизвестных парфюмов. Сегодня будет 5 ароматов в этом видео, я надеюсь, вы не устанете, потому что это будет экспресс парфюмерное видео, я на это надеюсь и скажу вам еще наперед, такой небольшой анонсик, что два аромата из тех, о которых я вам сегодня расскажу, я уже купила в полноразмерных флаконах, потому что они настолько мне понравились, что я просто не смогла без них выжить, выжить без того, чтобы не пощупать их уже в своих руках и не увидеть их на своих парфюмерных полочках. Поэтому сегодня видео обещает быть интересным, потому что оно не особенно обычно, так как в кадре уже будут присутствовать полноразмерные флаконы. Кстати, я постараюсь вставить в это видео распаковку этих ароматов, если я их найду, эти распаковки, потому что они были сняты довольно-таки давно, так как купила я их уже некоторое время назад, но все так и не доходили руки снять такое видео. Ну и первый аромат, с которого мне хотелось бы начать, это довольно-таки бюджетная марка, я не знаю, люксовая она или это Middle Market, это Frank Olivier и аромат называется Black Touch. Кристиан прислал мне, как всегда, пирамиду, он очень ответственно относится к отсылке мне от Левантов, и мне это, конечно, очень-очень приятно. Значит, в верхних нотах специи, грейпфрут, кардамон и бергамот, в средних нотах герань, африканский апельсиновый цвет, жасмин и магнолия, в базовых нотах ветивер, вирджинский кедр, пачули, ваниль и мускус. Кстати, я еще выписала об этом аромате, что это мужской парфюм, относится к категории древесные пряные, выпущен в 2009 году, и этот аромат, как только я его попробовала, мне сразу что-то напомнил. Мне показались какие-то оттенки от Фенди Фуриозы, вот такая смолистость, перченность, специевость, кардамонность, какие-то цветы очень-таки интересные, какая-то сухая трава немножко, амбровость очень красивая и пачули. В общем, что-то в ту сторону, вот такое вот какое-то степное, очень осеннее, очень приятное и очень даже экзотически звучащее. Но потом, когда я стала носить этот парфюм, все-таки немножко мысли о Фенди покинули меня, и я все-таки залезла на фрагрантику. Я почитала о том, что этот аромат, оказывается, люди сравнивают с двумя наилюбимейшими для меня ароматами, один из которых есть в моей коллекции, то есть он есть в коллекции моего мужа. Это аромат Ancre Noir от Lalique, чернила от Lalique, и это Terra от Hermès. Кстати, его у нас нет в коллекции, у меня есть только маленький пробник, и если честно, вот напомнила я себе этот аромат, нанесла его себе вот на руку, и могу вам сказать, что это тот парфюм, который я все-таки вот хочу. У меня есть два аромата, которые я очень хочу от Hermès, это Voyage и это Земля от Hermès, которые меня вот цепляют, мне очень нравится такое звучание. И когда я их сравнила, вот Землю, да, от Hermès с ароматом Black Touch от Franca Olivier, я могу вам сказать, что они действительно очень похожи. Вот не могу сказать того же о сравнении с ароматом чернил от Lalique. Для меня все-таки это не то звучание ветивера, которое вот абсолютно необычно и оригинально именно в аромате от Lalique. А там для меня просто самый великолепнейший лесной такой влажный, дремучий ветивер, который встречался лично для меня. Возможно, я не пробовала много ароматов разных, но именно там для меня специфический все-таки ветивер, который есть у нас и в Terri от Hermès. Вот, и здесь он тоже есть, в нотах есть, и также он чувствуется. Чувствуется вот эта такая специфически немножко морковная, морковно звучащая ветиверная нота в этом парфюме. Он, кстати, очень неплохо раскрывается, он чудесно держится. Он мне продержался вчера на мне, на коже, вот на запястье целый день. И в базе своей показал очень красивую, интересную и неплохо звучащую, собранную такую базу. Значит, он звучал мне смолами очень красивыми. Насколько я помню, по-моему, в Hermès еще есть Элеме смола, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Вот здесь тоже эта смолистость очень классно ощущается. И появляется вот эта амброво-смолистая нота в базе, которую я чувствую еще в сочетании с сандалом, который здесь, по-моему, не заявлен. Нет, здесь сандала нет. И также появляется мягкая такая душистая специфая пикантная пудра. Вот что я услышала в этом парфюме. То есть отголосок от аромата, который остается на коже уже в конце, в самом звучании парфюма, или даже на следующее утро, вот когда я встала утром, я в первую очередь со своего запястья услышала этот красивый, пудровый, унисексовый аромат. Это 100% унисекс. И я бы с удовольствием такой парфюм носила. Как, в принципе, я бы не отказалась от Hermès, конечно же. В этом году, кстати, я понемножечку начала все-таки наносить на себя лаликовские чернила мужские. Я могу сказать, что мне очень нравится этот парфюм. Он уже не так пугает меня вот в раскрытии и в базе, потому что в базе я чувствую немножко вот такой, какой-то резиновый ветивер. Вот что-то такое дымное, не особенно приятное. Если вначале этот ветивер просто обалденный, это сырые какие-то пни, это прелая листва, это запах даже земли, даже мокрой земли, то вот в раскрытии он для меня был каким-то не особенно носибельным. Сейчас я спокойнее отношусь уже к тому аромату в базе и даже могу сказать, что я бы такой аромат тоже носила. Так что уже посмотрела, где есть этот аромат и даже подумывая купить его в свою коллекцию, его бы, мне кажется, с удовольствием носила и мой муж, и мне он также очень-очень нравится. Хорошая стойкость, хороший, нежный, ненавязчивый, не очень яркий, но все-таки шлейф. Мне очень нравится такое вот звучание ароматов, такое деликатное, но все-таки ощутимое. В общем, жирный плюс этому аромату. Хотя я вам хочу сказать, что в самый первый раз, когда только я попробовала этот аромат, а было это давно, я даже не помню, какой это был сезон, и мне как-то он совершенно не приглянулся. То есть я его за один раз, за первый раз абсолютно не распробовала. Так, следующий аромат, который я попробовала, это Роша Мусташ Оде Парфам. Так, достаем. Что у нас здесь написано? Розовый перец и мандарин в верхних нотах, в средних нотах атласский кедр и болгарская роза, в базовых нотах бензоин, ваниль и пачули. Так, что я тут выписывала? Значит, написано, что этот аромат для мужчин, выпущен он в 2018 году и заявлен как восточно-древесный парфюм. И да, в принципе, могу подтвердить, что он таковым для меня и является. Это такой сладковатый, древесный, амбровый, очень мягкий аромат в сторону Фаренгейта от Dior. Ну, аромат красивый, но не могу сказать, что это мое и что это аромат в стиле моего мужа. Потому что вот он у меня не особенно такое любит, такое немножко шершаво-древесное, теплое звучание. Он всегда говорит, что такие ароматы его душат очень сильно. Ну, аромат интересный, я бы не назвала его четко мужским. Все-таки в нем есть много мягкости, много сладости и многим женщинам он может понравиться. Но это не особенно мое. Я, конечно, допробую еще этот отливант. Доношу его, тут осталось совсем чуть-чуть, но все-таки, если я сносила столько, это все-таки о чем-то да и говорит. Это не мой аромат, ничего не могу с этим поделать. Ну, и зачем, в принципе, себя мучать. Вокруг столько еще ароматов, которые могут действительно серьезно нравиться. Так, следующий аромат, который я попробовала, это аромат неизвестной для себя марки, которую я искала на фрагрантике, но не нашла. Эта компания называется iHeart Revolution Black Velvet. Не знаю, что это за марка, совершенно не знакома с их деятельностью, но могу вам сказать, что аромат очень интересный. Нанесу еще раз на блотер, потому что на себе я его носила несколько раз. У аромата 100% нишевое звучание. Возможно, это какая-то и ниша. Значит, на старте у нас арбуз, гранат, малина, слива. Это все чувствуется. Это сладкая, вкусная, фруктовая нота. Это интересная арбузность, но она в сочетании с такой красивой, сильной, насыщенной, такой наглой специевостью. И специи это гвоздика, это у нас перец, розовый перец, но я чувствую здесь не розовый, а черный молотый перец. И потом у нас есть жасмин, ландыш, роза. Возможно, гвоздика здесь не специя, но она мне чувствуется как специя. И, возможно, даже немножко и цветок. И для меня здесь еще есть отчетливый молотый лавровый лист. И это звучание дает небольшой индольный оттенок этому аромату. В базе у нас кедр из Вирджинии, мускус, пачули и янтарь. Янтарь, я так понимаю, это что-то амбровое. Сложно звучит аромат. Очень необычно, очень на любителя. Вот эти переливы от фруктов в начале к довольно-таки индолящим, натурально звучащим, таким концентрированным специям, это очень необычно. И когда я его расслушала, я поняла, что этот аромат мне что-то уже напоминает. У меня есть два похожих аромата, то есть в такой же тематике. Это гранат на старте, это специи, это такое сложное нишевое звучание. И это аромат у Дженни Глоу, который называется Пом и Гранат, который в свою очередь является закосом на Джо Малон Гранат Нуар. И да, это очень похожее звучание, но, если честно, этот аромат для меня даже слишком какой-то вызывающий. Если тот аромат довольно-таки яркий и не для каждого абсолютно, то этот аромат для меня уже немножечко какой-то даже спорный. он красивый, он интересный, он сложный для изучения, но для носки для меня практически не подходит. Я не знаю, смогла бы я такое на себя надеть. Надо еще подсунуть, попробовать своему мужу, что он скажет по поводу этого аромата. Мне очень интересно его, кстати, мнение, но аромат безусловно интересный. У него 100% нишевое дорогое звучание. Так что, Кристиан, подскажи мне, пожалуйста, что это за марка, потому что вот мне очень интересно. Так, следующий аромат, это также очень интересный, на мой взгляд, аромат. И это, опять же, Франк Оливье. Аромат называется Ут Ваниль. В верхних нотах карамель, малина и апельсин. В средних нотах ладан, роза, почули, жасмин и фиалка. И в базе ваниль, древесные ноты, специи и мускус. Аромат очень интересный. Значит, он у нас заявлен как унисекс. Аромат, выпущен в 2014 году и заявлен как восточно-древесный парфюм. Давайте еще раз его нанесу. Ох, такой мощный аромат. Великолепно. Вначале это действительно малина. И она в сочетании для меня лично с кожей. Ну, или с удом. Для меня очень часто уд граничит с звучанием кожи. И наоборот, то есть это для меня бывает одно и то же. Если уд для меня может пахнуть кожей, если кожа для меня может пахнуть удом. То есть пока что я еще четкой такой границы между этими ароматами в некоторых случаях совершенно не могу поставить. Очень яркая, красивая, сладко-кислая малина в сочетании с насыщенной, яркой, мощной кожей. И это просто чудесно. И этот аромат стоит около 20 долларов. Аромат для меня просто парфюмерная бюджетная находка для любителей красивой кожи. Она здесь не нежная, мягкая, типа замшина. Довольно-таки брутально звучащая. Но интересно замешана с этой яркой малиной, с этой розой. Возможно, этот ладан дает некоторую дымность, которая здесь есть. Очень отчетливая, красивая дымность. В общем, такая яркая малина в сочетании с розой на такой конкретно ладанно-кожаной подложке. Великолепный аромат. Просто чудо. Очень мне понравился. Несмотря на то, что кожаные ароматы и я это что-то несовместимое. Но вот бывают вот такие вот классные исключения. И последний аромат, о котором я расскажу, это Calvin Klein Reveal. Как много я о нем слышала, как много я о нем читала. Но вот как-то почему-то меня не тянуло на этот парфюм. Я не знаю, почему я до сих пор его не попробовала, не купила в свою коллекцию. Возможно, даже из-за интереса вслепую. Потому что это соленый аромат. А я, в принципе, очень, ну так, благосклонно отношусь к соленым ароматам и к соли, к парфюмам. Такой вот характерный минеральный аспект для меня очень интересен именно для моего носа. Потому что это всегда очень пикантно звучит в ароматах. Когда есть и сладость, и соль. Вот эти переливы, перетекание сладкого в соленое. Вот эта свежинка, которую дают соленые ароматы именно сладкому звучанию. Это всегда очень интересно. Такие парфюмы меня привлекают. Я с удовольствием такое ношу. У меня есть некоторые ароматы, которые похожи по своему характеру на этот парфюм. Конечно же, не по звучанию. Хотя и по звучанию один, мне кажется, тоже похожий. И это мне очень нравится. Значит, что могу сказать? Давайте нанесу его на себя и прочитаю вам ноты. Тут уже даже нечего брызгать, потому что его уже тут практически нет. Это так приятно! Это так свежо и необычно! В верхних нотах соль, розовый перец, черный перец и белый перец. То есть это просто перченое, очень яркое начало, немножко напоминающее что-то типа кока-кольного. Вот такое вот кока-кольно-бальзамическое звучание. Точно! Что-то бальзамическое, что-то аптечное, что-то травное, что-то анисовое. В средних нотах серая амбра и ирис. И базовые ноты кашмиран, сандал, мускус и ветивер. Не особенно много нот, но какой же обалденный аромат! Какое же интересное у него звучание! Он выпущен у нас в 2014 году. Это аромат для женщин, там еще есть аромат для мужчин. Цветочно-древесно-мускусный парфюм. Я могу сказать, что цветочно-древесно-мускусная группа это 100% мое. Я в принципе знаю, если аромат вот такой группы, в основном аромат может мне понравиться. Это просто обалденное что-то! Он, знаете, в каком направлении? Скажу вам сразу, это Тиранико от Профуми Дель Форте. Там тоже аромат моря. Там тоже что-то сладко-свежее. И немножко бальзамическое, немножко кока-кольно-пепсикольное. И здесь это то же самое. Это аромат свежего морского бриза. Как и там, так и тут мне это слышится. Аромат лично на мне очень шлейфовый, но он не очень долго держится. И я его когда люблю носить? Именно весной и возможно летом, но не в самую жару. То есть он, да, он имеет такую способность охлаждать, благодаря своим таким освежающим ветреным нотам. Но все-таки лучше всего он на мне пахнет именно весной или не жарким летом. То есть есть шлейф у этого аромата, и мне это просто так нравится. Это красивейший аромат, и я его уже купила. Вот он мой голубчик, красавчик, ревил от Кельвина Кляйна в объеме 100 мл. Конечно же, как я могла взять меньший объем того аромата, который мне так сильно нравится. Ну и его плюс, конечно же, в том, что аромат недорогой. И вообще бренд Кельвина Кляйна недорогой, очень доступный, там очень много достойных ароматов, лично, на мой взгляд. Вот такой вот интересный флакон. Да, вот правильно показываю. Согласитесь, очень интересный флакон, интересной формы. Вот так он должен вот стоять. Надеюсь, что он будет устойчивым и не будет падать. Я когда его искала на сайтах, в то время он не везде был. Как-то он пропал в те времена, и я так заподозрила, что, возможно, его снимают. И я даже у Кристиана спрашивала, они снимают ли этот великолепный аромат. Он говорит, что не снимают. Но если кто-то обладает какой-то информацией, пишите в комментариях, потому что меня это очень сильно интересует. Я, если честно, взяла бы еще одну сотку, потому что он мне настолько нравится. Это аромат лично для меня, в принципе, такой аромат, который я могу носить всегда. Мне кажется, это мог бы быть одним из моих самых носибельных, универсальных, внесезонных ароматов. Вот честно. Он настолько легко носится. Он не подавляющий, он не тяжелый. Он лично для меня шлейфовый ощутимый. Возможно, не такой стойкий, но, в принципе, ничего в этом страшного я не вижу. Можно подбавить такого классного аромата на протяжении дня. В общем, великолепное, соленое, свежее, бальзамически кока-кольное. Очень приятное звучание. Ну, вот я просто в дичайшем восторге. Еще говорят, что он очень похож на аромат от Bulgari Aqua Divina. А многие говорят, что это абсолютная чушь. И ароматы совершенно разные. И многие еще сравнивают этот аромат с Vumanity от Terenglet. Но это для меня абсолютно нет. Это даже бред, потому что ароматы совсем разные. Извините, что я, конечно, так выражаюсь, но, по-моему, ничего общего у этих ароматов нет, кроме соленого звучания. Ну, вот и все. Не знаю. Для меня совсем разные ароматы. Vumanity очень люблю, ношу. Это один из самых моих любимых ароматов. Я в нем очень хорошо уже, мне кажется, разобралась. Разложила его по полочкам. И поэтому для меня это, ну, нет. Совершенно разные ароматы. И этот аромат просто прекрасен. И теперь угадайте, какой второй аромат купила я в свою коллекцию. Напишите в комментариях, по-вашему, какой из этих ароматов я себе купила. Ну, хорошо, не будем тянуть резину. Это аромат от Франко Оливье Утваниль. Вот такой вот флакон. Да, я уже немножко их залапала, конечно же, потому что я к нему прикладываюсь очень так неплохо к этому аромату. Вчера я как раз его носила. И еще раз убедилась в том, что это, ну, великолепнейший аромат. Прекрасной, довольно-таки женственной кожи. Несмотря на то, что кожа здесь не нежно звучащая, эту женственность дает этому парфюму. Все-таки это яркая, сладко-кисленькая малинка в сочетании с розой. И довольно-таки удачное сочетание. Носибельный, довольно-таки, парфюм с нишевым звучанием и с бюджетной стоимостью. Он есть сейчас на многих сайтах. На Натино он также есть. А в те времена, когда я его хотела, искала, он почему-то с парфюмерных сайтов пропал. Какой-то ажиотаж был по поводу этих ароматов. Вот еще я помню, я пробовала у Кристиана Уттач. Черный такой флакон. И тот аромат мне не особенно понравился, потому что я сказала, что это просто чистая кожа. Очень брутальная, без каких-либо еще нот. А как оказалось, потом я почитала об этом аромате, что это очень похожее звучание на, например, Lancome Le Trude, который для меня тоже очень кожаный. А там просто удовое, настолько сильное, такое копчено-дымное звучание. Вот такое приблизительно звучание уда и в этом аромате. Но в нем есть красивая фруктово-ягодная сладость. И это для меня очень носибельный вариант. В общем, я очень довольна. Кстати, стойкость у этого аромата на целый день. Плюс то, что он еще очень сильно шлифит. Он очень заметный, выразительный и яркий. Поэтому, кто любит такое еще раз, рекомендую от всего сердца. Ну что ж, это все ароматы, о которых я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, не забудьте поставить лайк. Я буду очень этому рада, потому что вам это не сложно. Для меня это так приятно. И это очень помогает развитию моего канала. Что ж, увидимся с вами совсем скоро в моих следующих парфюмерных видео. Всех вас крепко целую. Обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока. Друзья мои парфюмерные, давайте с вами распакуем еще одну парфюмерную посылочку, которую я получила с сайта Parfums.ua. Я заказывала аромат, который попробовала. То есть по пробнику. Мне прислали аромат на пробу. И мне аромат очень понравился. Я решила, что он мне просто необходим. Это то, что мне нравится. То, что я люблю. Опять, как видите, я посылку не проверила. Так как у меня совершенно нет времени сходить на почту и забрать самостоятельно посылку. Все посылки забирает мой муж. Это меня, смотрю, ничему не учит. Куча провалов, куча всяких залетов. Но, тем не менее, я продолжаю это делать. Это неизлечимо. Как видите, здесь мне прислали небольшой подарочек. Что это такое? Даже не понимаю, что. Если честно. Возможно, какая-то сыворотка или крем. Как бы английский язык. Я здесь ничего не понимаю. Так, и что мне пришло? Смотрим. Хорошо упакованный коробочек. И здесь у нас чек. Пришел парфюм у меня из Польши. И поэтому чек у нас на польском языке. Так, открываем. Это аромат от Кельвина Кляйна Ревил. Который я очень-очень сильно хотела. Потому что я его попробовала. А я его раньше не знала, этот парфюм. И не могла даже представить себе, насколько он хорош. Это действительно чудесная парфюмерная композиция. Если вы любите соленые ароматы, вам стоит обратить внимание на этот парфюм. Я прошла бы мимо, если бы не мой парфюмерный друг, который мне прислал на затест новый для меня аромат. Давайте с вами его распечатаем. Так, хочется как-то аккуратно его раскрыть. Так, хочется как-то аккуратненько его раскрыть. Ну, посмотрим. Возможно, получится у меня. Да, по-моему, я нашла хороший способ, как открывать безболезненно слюду. То есть ее лучше абсолютно сразу срезать сверху. Так, давайте откроем. Как это все выглядит. Это самый большой объем. Конечно же, я не мелочилась, потому что, когда аромат мне очень нравится, мне нужен необходим просто огромный объем. Вот это красотища. Ой, какой красивый флакон. Это просто не описать словами. Единственное, что, конечно же, такие вот крышки, они залапываются очень сильно пальцами. Это выглядит потом уже абсолютно неаккуратно. Вот так его можно ставить. И это классно. То есть он не будет занимать много места. И это стильно все-таки смотрится. Вот как ни крути. Аромат выглядит, ну, очень красиво. Так, ну, изысканно. Очень просто, но стильно. Пластиковая крышка, но она довольно-таки тяжелая. И аромат, который меня просто потряс. Сегодня не буду делать обзор на этот парфюм. Только сделаю первый пшик. Это прелесть. Это прелесть. Красивая такая легкая, летящая, морская композиция. Великолепный парфюм. Не буду делать на него сегодня обзор, потому что уже совершенно нет времени. Немножечко попозже. Хорошенечко его уже разношу, поношу и с удовольствием поделюсь с вами своим мнением. А так я, конечно же, очень довольна. Великолепный парфюм для любителей такого приятного, соленоватого звучания.